В истории Беларуси немало сложных страниц. Среди них и трагедия Хатыни. Этой деревни нет на карте, потому что 22 марта 1943 года немецкие каратели уничтожили поселение и всех его жителей. Погибли 149 человек, из них 75 детей. Коммент открытия мемориала на месте трагедии в 1969 году было известно о 186 сожженных белорусских деревнях, которые были уничтожены вместе с жителями и не восстановлены. По новым данным, их значительно больше. Сегодня по расследованию комиссии по геноциду белорусского народа, этих деревьев выявлено уже более 200. Более 400, более сожжены, но каким-то невероятным образом восстановились из этого пепла, пожара, той войны, страшной войны. Мы должны это помнить, мы должны это передавать нашим детям. Мы должны хранить эту память так, как мы делаем это сегодня, так, как мы делаем это сейчас. Игорь Луцкий поделился мнением на том, что каждый белорус обязан посетить мемориальный комплекс «Хатынь» для того, чтобы знать и помнить. В целом, тема сохранения исторической памяти стала приоритетной в диалоге Игоря Владимировича и студентов. Уважаемый Игорь Владимирович, в январе 2022 года в Палате представителя Национального собрания Республики Беларусь был принят закон о геноциде белорусского народа. В чем, по вашему мнению, заключаются его основные цели и поможет ли принятие подобного закона противостоять искажению исторических фактов и переписыванию событий, которые на самом деле нанесли непоправильный вред белорусскому обществу. Также студентов интересовали вопрос о младежной политике, информационной безопасности. Игорь Владимирович отметил, что в государстве создаются все условия для развития. Каждый из вас думает после поступления, как же дальше жить, а как же дальше жить. Кем стать? Айти учителем или кайти на производство, учить детей или созидать и строить новые машины и механизмы. Каждый из вас этот выбор сделает. Не сегодня, так завтра. Для того, чтобы этот выбор был осознанным, правильным, нужно отождествлять себя с нашей страной. Нашей Беларуси. Диалог получился очень оживленным. Я очень рад, что именно в этом году, в году мира и созидания, был проведен этот разговор. И на самом деле поднимались очень важные темы, потому что я тоже разделяю мнение Игоря Владимировича о том, что история народа является основополагающим явлением для построения будущего. Так что будущее государства тоже зависит и от государственного прошлого. Приятно было пообщаться, задать вопрос, узнать людей, которые могут из первых уст рассказать все, как есть на самом деле. Ответить, что происходит, как происходит, что проводится. И было приятно, что по-человечески, не просто формальный разговор, а просто человеческий разговор. Сохранение исторической памяти – важный фундамент, без которого невозможно развитие каждого государства. Важно это и для того, чтобы некоторые страницы истории не повторились никогда.